Привет! Что-то проблемы какие-то всегда. Да, 100 грамм вообще. Как дела? Нормально, нормально. Да, тоже потихонечку. Окей, супер. Давай сделаем здесь не очень длительный стрим, но интересный. Ты отправил мне несколько вопросов по тему, и я нашел ребят с Бразилии, Фабио Брас, и нашел интересный. Там на самом деле много статей нашел. Много, да? Интересная тема. Это, вроде говорят, давно, но только сейчас открыли, что это жиросжигающий эффект. Насколько это правда безопасно, мне пишут, спрашивают, а я не знаком с этой темой, поэтому... Я тоже не знал, я тоже не знал. Хорошо, что ты говорил. Я там много читал, кто-то еще интересует, пишет мне лично, да, могу отправляться. То есть, там, 10 статей нашел в последний год или 6 месяцев. Они все звезды. Звезды, да. Окей, окей. Давай, какая тема сегодня, сейчас, тогда? Ну, вот сейчас мы будем про этот препарат. Расскажешь, как он называется, который... Я уж подзабыл, честно говоря, для чего он был. Для астматиков или для кого он там был? Диабет. Для диабета, да. И нашли у него побочный эффект, как очень ярко выраженный процесс жиросжигания. Не знаю, сравнивают его с эфидрином или даже больше, якобы. Поэтому люди спрашивают, ведь везде об этом сейчас пишут, насколько это безопасно, насколько это вообще имеет смысл делать простым людям. И, в общем, Стефан, к тебе вся надежда, подсказывай. Хорошо, хорошо. Да, ребята, продукт называется... Есть несколько, я буду говорить о нескольких, которые я нашел. Но именно то, которое ты спросил, Wegovy. Окей, на английском будет Wegovy. Это W-E-G-O-V-Y. Wegovy. И там нашел интересную статью, они из Hong Kong, окей, вместо университета из Франции и тоже из Европы. Это Китай, Франция и там еще что-то университет из Европы. И был опубликован сейчас, скажу, это январь этого года, окей, январь этого года, в журнал «Biology». Журнал «Biology». И там тема, там на английском, так, «Obesity», ожирение, «Treatments, conceptualizations in future directions for growing problems». Тогда проблема, концепт и какие-то действия в будущем, что нам должны сделать в будущем, потому что ожирение – это проблема, которая не новая, но еще существует. И там очень интересная статья, потому что говорить не просто о чем ты спросил, но там много факторов, которые влияют, на самом деле, которые относятся, о чем мы делаем. И чтобы как начинать, я сделаю как быстро переводчик здесь, они так говорят, «Пирамида вмешательства в лечении ожирения включает ограничение диеты, мы будем говорить об этом, диета-терапию, когда начинается психология и так далее, физические упражнения, наше дело, конечно, и препараты против ожирения. С них пребиотики, пробиотики, бариатрические хирургии, и это все эти препараты, которые мы будем говорить сегодня. Окей? Все эти стратегии сразу скажу, не скажу сразу, скажу потом. И что смотрели? Когда начинаем, давай сначала эту статью, сразу начинаем с диеты, ребята, с диеты. Диета обычно, когда они сделают низкие калории, обычно бывает от 800 до 1500 калорий в день. Это обычная диета. Есть диета, в которой они говорят очень низкие калории, и бывает только в 800 калорий и меньше, меньше 800 калорий в день. Чем проблема в этой такой диете, Егор, как ты думаешь? Ну, во-первых, мы не сторонники таких диет, сидеть на жестких, потому что, смотря к какому человеку это применять тоже. Если человек, к примеру, привык потреблять там 2500-3000 калорий, ты его посадишь сразу на 800 калорий, ничего кроме стресса и срывов в том же питании не будет. И, конечно же, будут страдать и внутренние органы. На самом деле, это очень-очень опасно. Поэтому мы так всегда говорим, что к питанию нужно подходить больше всего с научной точки зрения. Молодец. Молодец. Но знаешь, что я даже не знал, было интересно в этой статье. Они смотрели люди, есть канал в Америке, я никогда не смотрю целый шоу. Но Biggest Loser – это люди, которые больше всего. И они следили. Ты уже смотрел? Ты знаешь, о чем я говорю? Да, его постоянно показывали в одном из залов, куда я ходил. Отвратительный канал, там показывают неприятные вещи. Ну, тогда смотри. Из этих людей они брали 14 людей, которые сжигали, потеряли 128 фунтов. Фунтов – это сколько килограмм? 50 килограмм даже больше. Вот, больше 50 килограмм. За какой срок? Вот, за целой программой, которую они делают. Программа, по-моему, я не знаю, я думаю, что 6 месяцев или чуть меньше. Бывает, по-моему, минимум 3 месяца до 6 месяцев. Но, что интересно нашли, из этих людей, сразу, когда они начали тогда на очень низко калории, что случилось с метаболизмом, базальным метаболизмом? Что случилось? Замедлился, скорее всего, еще? Все замедлял. Это мы уже знали, да, нормально. Но затем, знаешь, что случилось? После этого, после они… Когда они закончили программу? Когда закончили программу, знаешь, что случилось? Ну, они, наверное, вернулись более-менее к обычной идее, набрали еще больше. Большинство из них вернули свой вес. Об этом я вот очень много написал в своей книге новой «Жирология», там, больше 600 страниц. Как раз посвящена вся книга только проблемам похудения. И больше всего я там, конечно же, говорю о проблемах питания. Потому что ты сам, Стефан, знаешь, питание – это все. Очень много к нам приходит учеников, которые… Я готов тренироваться с утра до вечера, только вот я хочу есть там мои любимые шоколадки или мои любимые пиццы. Ну, это так, друзья, не работает, к сожалению. Да. И смотри, смотри, теперь очень интересно. Даже вес вернулся в той же норме, которая была. Знаешь, что случилось с метаболизмом Базал? Когда вернулся вес? Да. Ну, здесь не знаю, честно говоря. Вот, смотри, даже я не знал. Метаболизм остался на нижнем уровне. Остался низким, да? Остался нижним уровнем до 30 недель. Остался нижним. И они смотрели эти люди на 6 лет. Да? Очень интересно здесь там. И потом могу рефрецитать статьи, которые там написаны. Смотрели эти люди, когда сделали тогда шоу. Закатили шоу. Большинство с них вернулись в тот же самый вес. А несколько, чуть-чуть ниже. Но метаболизм Базал 30 недель еще был на нижнем уровне. Это означает, что тебе будет сложнее тогда поддержать все это. И именно так и здесь. И как ты уже сам говорил. Не рекомендуем так низко. Так резко, резко. Резко и снижить калории. Окей? И постепенно, как должен быть. Окей. Еще. Сказали, что люди, которые идут на эту жесткую диету, они чувствуют... Перепады настроения. Настроение. Настроение меняет сильно. Антидепрессанты им еще выписывают ко всему. Короче, одно за одно цепляют, когда неправильно все делаешь. И есть люди, которые... Дегидратию, дегидратию, да? Без води, когда... Да, да. Обезвоживание ты имеешь в виду, да? Без води, потому что текущие меньше, но тоже они принимают меньше воды. Ну да, получается обезвоживание, нехватка воды в организме. Вот, вот. Есть констипенция, когда ты не можешь в туалет сходить. О, жесть вообще. Да, не можешь в туалет сходить. И тоже смотрели, что люди, которые следили не просто в шоу, которые следят такая-то жесткая диета, они потом более шанс либо стать алкоголиком, пить алкоголь, либо использовать другие препараты. Психотропные такие различные, да. И сигарет и другие. Видишь, там много-много проблем. Это не просто... Потому что, на самом деле, когда, если мы говорим вот о людях, которых показывают вот в таких программах, на самом деле, я бы не брался за таких людей, вот именно как специалист, потому что здесь, на самом деле, как ты сказал, нужны уже профессиональные медики. Потому что здесь должен работать и психолог, психотерапевт, который будет не только работать с тобой, как с психикой, да. Нужен врач с психологической направленностью, который имеет право и знает, какие лекарства тебе выписывать. А сейчас это очень большая проблема. Ты знаешь, в Штатах тоже сейчас стараются отходить от антидепрессантов, потому что они вызывают больше проблем и переходят на грибы. Как бы это смешно не звучало для россиян, да, но сейчас очень сильно развивается наука в плане использования марихуаны и грибов, я забыл, как это вещество называется. И оно очень хорошо себя показывает именно вот с такими людьми. Оно снижает депрессию вообще без нарушений сна, без нарушения половой функции. А ты же знаешь, что такие лекарства сильные, они очень часто тебя дают побочки, которые вызывают еще больше проблем, психологической, тебе приходится бороться с депрессией. Они очень сильно влияют на половую функцию, пропадает и либидо, и, скажи мне так еще, есть либидо, есть, а, ипотенция. В общем, у тебя, тебе незачем жить тогда, да, получается? А ведь хочется все-таки это делать нормально. Поэтому лучше себя не доводите. И если у вас, как говорит наука, больше 15, а то и 20 килограмм лишнего веса, друзья, вам нужно обращаться в специализированные медицинские учреждения. Сейчас, подожди, подожди, давай, давай дальше. Мы будем о этом говорить. Ну, еще по диету чуть-чуть смотрели. Хорошо. Я не читал, но потом, может быть, сделано в будущем. Хром. Знаешь, хром? Конечно, конечно. Вот, хром. Биологически активно помогает, они смотрели, что помогает в углевод и липидном объеме, обмене, извини. И некоторые свидетельства о том, что помогает регулировать аппетит и снижает тягу к углеводам и увеличает мышечную массу. Смотрели, что, да. Просто сам по себе хром? Хром сам по себе, как добавка. Но потом могу искать, потому что здесь, понимаешь, это надо отдельно сделать. Это не была цель их, но они о чем это говорят. Поэтому будем там... В следующий раз отдельно сделаем. Отдельно сделаем стрим в будущем. Окей. Тоже смотрели, что проблема в том, когда люди идут на такие-то диеты, иногда они думают, что у меня только 800 калорий, но затем они купят много продуктов с сахаром, добавленным сахаром. И этот сахар, либо обработанное мясо, да, обработанное мясо, они тоже плохие, потому что может быть хроническое заболевание, связанное с воспалением. Мы чуть об этом уже говорили. Да, я слышал тоже, в этом часто говорят, что красное мясо, да, может провоцировать воспаление. Не просто красное мясо, обрабатанное мясо. Обработанное. Обработанное, как, знаешь, обработанное мясо. Ну, это называется как продукты быстрого приготовления, да, что-то такое уже. Да, да, которые они обрабатывают. Колбаса, сосиски, сахарики. Вот, вот, такие, такие. Не мясо, мясо, обрабатанное мясо. И сахар, окей? И то, и другое вместе. Они могут увеличить воспаление. И из-за этого люди получают другие эффекты, ожирение и так далее. То есть надо снизить тогда. Еще. Видишь, что пробиотик, теперь, пробиотик, это живые микроорганизмы, которые употребление в достаточном количестве приносят пользу для здоровья. Использование конкретно из пищи активный противомикробиот активно приводит к усилению барьер функций иммуномодуляции. Тогда снижает это все воспаление. И можно купить как добавка либо искать тоже. То есть есть. Да, на самом деле это очень важный момент, потому что мало кто знает. Есть прибиотики, есть пробиотики. Одно это непосредственно сами те бактерии, которые нам нужны, если у нас их не хватает. Либо это питание для этих бактерий. Обязательно, друзья, если вы используете или использовали когда-либо антибиотики, что-то такое сильное, нужно принимать эти вещества. Почему? Потому что они убивают вот эту полезную микрофлору в нашем кишечнике, в нашем организме и понижается иммунитет. Потому что не забывайте, что вот весь вот этот иммунитет, который у нас есть основной, это продукты выделения бактерий, которые мы с вами питаем. Питаемся больше сахарами и углеводами. Вот почему мы питаем те бактерии, которые будут и которые потом в последующем будут нас заставлять побольше есть этого сахара и углеводов. Меньше питаетесь, эти бактерии погибают и становятся больше тех полезных бактерий, полезной микрофлоры, которая и делает симбиоз нашего организма с бактериями именно положительным. Потому что если убрать сейчас все бактерии с нашего организма, мы умрем на самом деле. Мы жить не сможем без бактерий. Молодец. Еще, смотри, мы дадим на препарате, но потом тоже говорят об упражнении, физическом упражнении. Что надо иметь в виду? Надо не просто заниматься сам по себе, искать тренера, либо кто-то знает, что делать, чтобы у вас было индивидуальный программ. Индивидуальный программ, это очень важно. А, профессор, почему так говорит? Вот, они даже пример, проводили исследование, брали 175, да, человек с ожирением и overweight, когда более, как сказать? Вес превышает. Вес, превышенный вес, вот. И они брали, разделили это 175 человек на три группы, да, все занялись, занимались спортом, да, чуть-чуть. Спортом, не, они раньше не занимались и начали в группу, да, и что они делали? Они делали, одну группу была низкая интенсивность, просто ходьба, и они должны сделать ходьбу 12 миль в неделю, тогда 20 километров в неделю, одну группу. Вторую группу надо было легкий бег на 12 миль, тоже 20 километров, и либо быстро группу, которые бегали примерно 30 километров в неделю, да, примерно у них по времени было одно и то же, потому что они ходились, другие бегали чуть-чуть больше, и другие быстро бегали, да, и получилось тогда не просто время активности, но затем интенсивно изменялась группа с группой. Знаешь, что случилось с первым, второй? Просто ходьба, и легкий бег. На самом деле, я не знаю, как показало исследование, но ты знаешь же мое отношение к бегу, особенно к людям, у которых лишний вес. Я вообще это не рекомендую делать абсолютно. Я знаю, я знаю, это одно и дело, это одно и дело, будем об этом говорить. Друзья, я думаю, что и моя практика показывает, что вот люди у меня, кто приходит ко мне с лишним весом, я им никогда не даю бег, я им не даю вообще кардиоинтенсивное или тяжелое, они ходят у меня. Почему? Потому что, когда мы делаем чуть более интенсивное кардио, организм переходит с процесса обеспечения энергии с жиров на углеводы. Как это понять? Если у вас появляется хоть чуть-чуть отдышка в момент выполнения кардиоупражнений, все, вы перестали сжигать жиры. Поэтому я практически уверен, что те, кто ходили и сидели на диете, получили гораздо больше эффекта. Окей. Может, неправда. Может, неправда. Ты прав, о чем ты говоришь. Конечно, надо посмотреть. Поэтому уже изначально я говорил, надо индивидуализировать, зависит от человека. Но здесь они просто не хотели вообще посмотреть. и эти 175 человек с ожирением они сделали так. Конечно, могли травмировать, это одно дело. Окей. Но они хотели просто ожирение посмотреть. все снизили вес чуть-чуть. Но интересно здесь о том, что только high-intensive, когда высокая интенсивность, сжигали жиры с обдоминал, с прессом и только интенсивность. И если вы там смотрите тогда мнение, которое Силуянов уже начал и в моей книге есть там, это зависит от интенсивности. Почему? Потому что не просто, окей, калории тратят и иногда просто считают калории, да, можно ожирение, но затем с интенсивностью выделяют тоже гормоны, больше гормонов, адреналин, норадреналин, и они могут воздействовать больше на ожирение и получился такой-то вывод, окей, можно, но, как мы говорим, как Егор сказал, есть другие способы, чтобы увеличить интенсивность, не просто бегать, можно сидеть с весами, сидеть тяжелым весом. Быстрее можно просто, не бегать, быстрее ходить. Ага, супер, окей, идем дальше. А что третья группа, Стефан Теннисел, которая высокая интенсивность? Или вот они... Вот, это высокая, которая получила самый лучший эффект, высокая. просто ходьба или лег и бег, они потеряли вес, но именно в животе нет. Только группа, которая высокая интенсивность, потеряла жир в животе. Окей? Только эти группы. И они не говорят об этом, но я как знаю жизнь с помощью. Ну, а ты не думаешь еще, что есть, ну, секундочку, просто порассуждаем на эту тему. Ты не думаешь, что именно они... Ты же знаешь, накапливается жир там по мужскому, по женскому типу, но на животе больше всего прирастает в основном всегда. Может быть, поэтому и было больше всего потерь у той высокоинтенсивной группы с живота. Наверняка, что люди, когда ходили бы интенсивно, неинтенсивно, они тоже бы стали это делать, но чуть позже по времени. Короткий был эксперимент, чтобы... эксперимент может быть, может быть, может быть. Но здесь вывод такой. Надо увеличивать интенсивность. Конечно, надо аккуратно, чтобы травму не получить, и не надо просто как аэробный интенсивность аэробный, как мы рекомендуем, но просто вывод. Короткий, маленький вывод. Нельзя, друзья, будет однозначно хуже, если вы будете только диетой без физических упражнений. Еще хуже, если вы будете только физическими упражнениями, никак не меняя свою диету. А вот в идеале, когда вы будете получать дефицит калорий, это сбалансированная между собой программа тренировок и ваша диета. Но когда мы говорим диета, мы не подразумеваем, только не думайте, что-то такое, как для больных людей. Нет, диета, это правильно составленный рацион для ваших целей и задач. Окей, теперь про препарат? Про препарат. Давай. несколько видов. И что видели? Существует теперь несколько, не только как ты говорил, но они уже начали, другие компании, есть пять, которые получили разрешение, разрешение, вот, чтобы продать, уже как легально. Легально. Легально термин, это ксимия, третий, контрав, четвертый, саксинда, и пятый, это семаглутид, это уэгови, который ты сам спросил. А это они получили разрешение как жиросжигающие препараты? Или как я помогаю? Сейчас скажу. Именно как продукты для жиросжигания, да? Это драг, препарат, лекарство. Почему-то в Америке драг это истероиды, и наркотики, и лекарства все одним словом. Видишь, это лекарство для снижения жири. То есть это уже выделили от диабетиков отдельно как для жиросжигания. Это очень интересно. Да. Но рецептурно, да? Только по рецепту врача. Только по рецепту. Вот, 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 вот. Уже можно легально купить, но просто по рецепту с врачами. А что же там по побочным эффектам, мне интересно? Подождите! Идем, идем. А есть шестой, шестой, да, я говорю опять сейчас. Шестой называют семитоланотиды. Это просто люди, которые есть генетический дизордер, там проблемы с генетикой, есть специальный тест, я даже не знал, который можно посмотреть. Человек есть генетическое заболевание, ее можно принимать такой-то шестой. Потом расскажешь об этом как-нибудь отдельно, подробно, потому что что-то очень интересное, какой-то тест, который вдруг у людей есть это заболевание, и оно мешает худеть, да, я правильно понял? Да, но потом говорим. Окей, смотри, эти упражнения, если обратиться к врачу, и он посмотрит, сделает анамнезию, скажет, что можно принять, в принципе, немного побочный эффект. Принцип. Окей, но потом будут говорить, что они уже начали. Проблема в том, что идет как от Эгови. Что получили от Эгови? Именно теперь от Эгови. Эгови, они это представили собой более высокую дозу семаглутида. Это был такой же препарат семаглутида, но затем это препарат для лечения диабета. И они сделали сильнее, чуть сильнее. Увеличили дозу, да? Увеличили дозу, вот-вот-вот. Среди для контроля веса у пациента с ожирением. И что смотрели? Ведь в клинических питомиях без диабета, люди, которые без диабета, но они были чуть-чуть с лишним весом. С лишним вес, вот. И принимали и получили 12% снижения своей веса, 12% снижения. На какой срок? Не пишут? За 12 недель, за 3 месяца. Очень хорошо. Очень хорошо. 12% снижения веса за 12 недель, 3 месяца. 3 месяца. Вот. Препарат представлен собой синтетическую версию от гормона кишечника, который подавляет чувство голода и аппетит. И этот гормон тогда сделал, чтобы они меньше голода. Это очень классно. Меньше голода и снизили аппетит. Окей? Что? еще. Это проблема теперь. У Эгови это больше доза, чем семаглутин, как я уже сказал. И она сделана через компанию НОВА НОРДИСК. НОВА НОРДИСК. Это рекомендует, конечно, еще раз врачами. Если твой индекс массы тела, знаешь, ДМА, индекс массы тела, выше 27 и связаны с такими-то заболеваниями, либо высокое давление, либо высокий калестерин. Если человек имеет 27 индекс массы тела и выше, связаны с высоким давлением, либо калестерин, принимать в США. Либо человек, который не имеет такое-то заболевание, но индекс массы тела 30 и выше. Большое ожирение. И тоже рекомендуют в США. Проблема в том, что получается, можно получиться диарея, вомит, как сказать вомит, не помню, рвота, запор, боль в животе, расстройство желудка, ужас, да, и смотрели, что они уже начали понимать несколько людей, 5% от всех людей, которые приняли, они не не получили. Не, они не смогли вдержать все побочные эффекты, они сказали, что очень плохо, и тогда прекратили, сам прекратили, они сказали, вот, понимаете, потому что там животе, боль в животе, диарея, все это неприлично, и они тогда сам 5% прекратили, больше не хотят понимать. Другие проблемы, в США знаешь, сколько стоит? Дорогой он, да? Очень дорогой. Если ты купишь, ребята, здесь лекарства в США очень дорогие, без страховки, без страховки, без страховки, получается примерно 1400 долларов в месяц. Ничего себе. 1400 долларов в месяц. По страховке значит где-то долларов 30 будет наверное, да, максимум? за страховку будет мало. Иногда копей называется 50 баксов 100 баксов. Максимум копей. Но, как сказали, человек должен быть 27 индекс масса тела и какое-то заболевание, либо больше 30. Вот этот главный вопрос, на который ты как бы ответил, я хотел его задать. Потому что сейчас люди-то интересуются этим препаратом в основном кто? У кого не ожирение, а у кого к примеру 5-6 килограмм лишнего веса. Так вот, друзья, не знаю как Стефан, мое личное мнение, я бы вам не рекомендовал использовать данные продукты, если у вас нет ожирения, если у вас нет показаний от врача, как жиросжигающий. Потому что если вы сделаете все то, что Стефан же не просто так вам вначале рассказал, что нужно для того, чтобы худеть, если вы наладите свое питание, поверьте, вы будете худеть без каких-либо препаратов вообще. Конечно, если мы не говорим о заболеваниях, о ожирении, о диабетах, но ни в коем случае не ищите препараты. Вот поверьте, уже, наверное, лет 10 жиросжигателей нет. Жиросжигатели работали только на эфедрине. Но когда запретили эфедрин, кстати, в Америке его разрешили и теперь медики выписывают людям, у кого проблемы жиросжигающие препараты с эфедрином. Но это только строго по рецептам и контролируется так же, как и наркотики, и как стерусы. Потому что может быть проблема в сердце. Да, да, конечно. Поэтому, друзья, те жиросжигатели, которые вы тратите огромные деньги, покупая в супермагазинах спортивного питания, это просто деньги на ветер. Это термодженники. Максимум, что они сделают, повысят немножечко температуру вашего тела. Но вы это можете делать и сами. Поэтому не ищите таблеток, не ищите волшебных пилюль или уколов. Тренируйтесь, слушайте, о чем говорим мы со Стефаном. И поверьте, посмотрите на наших учеников. У Стефана ученики вообще люди с мировым именем звездные, вы все это видели. Все получают эффект. А вы же знаете, что на уровне мирового спорта их контролируют не только там в момент соревнований, их могут проконтролировать в любой день. И человек всегда откажешься, все, дисквалификация. У меня там женщина в книгу новую, Теса Торрис, можно посмотреть, тренировала несколько лет. Она уже у Сада и с UFC тестировались более 30 раз уже, более 30 раз. Они просто 5 часов утра, я считаю, ты должен открыть, давай, здесь тестировал и кровь, и пи. Окей? Да, да. Вот, окей, давай дальше, смотри. Это подкожный, это с инсулиновой там, серийный. Один раз в неделю только, не очень, не очень плохо. Один раз в неделю принимают по 1 мг, это зависит, потом может быть чуть-чуть выше, если врачи там рекомендуют. Но обычно не так рекомендуют. Один миллиграмм в неделю. А я нашел его. Еще другой препарат, который для людей, которые не нравятся, уже уколят с инсунин. И примерно то же самое, называется Тирзепатин и тоже называется Монджаро. Может быть, люди начали уже посмотреть. Монджаро. А это уже таблетки. Таблетированная форма. Таблетированные. Это таблетки есть, на 5 миллиграмм, на 10 миллиграмм и 15 миллиграмм. Люди, которые приняли, они сжигали от 10 килограмм до 15 килограмм. За это примерно все это за 3-6 месяцев, да? 3 до 6 месяцев. От 3 до 6 месяцев. с врачами, с врачами, но этот более, больше побочий эффект, когда оральный. Люди, иногда, о, хочу оральный, это просто таблетки, но затем больше побочий эффект можно получить. Давай говорим сейчас о побочий эффектах. это, которое я говорил, это сами легкие, это просто дискомфорт. По сравнению с этими, да? Да, это просто дискомфорт, а теперь давай посерьезнее. Серьезнее так. Пока Стефан ищет, я скажу, что то, что касается приема оральных препаратов или уколы. Если у вас есть выбор, вот Стефан прав, всегда выбирайте уколы, потому что оральный препарат, он, во-первых, меньше действующего вещества дойдет, потому что больше в буферных систем организма проходит. А во-вторых, это всегда, всегда большая нагрузка на организм, а значит вред и побочные эффекты. Укол всегда безопаснее, друзья. Вот. И смотри, ребята, кто не может, нельзя. Люди, которые уже принимают любые препараты для снижения веса, уже идет какое-то лекарство, я имею в виду, лекарство для снижения веса, нельзя. Люди, которые принимают любой препарат, содержат то же самое семаглутит, потому что это семаглутит, который воздействует в желудок, чтобы снижить аппетит и так далее. Нельзя. Наверняка, если сердечные препараты принимают, нельзя. смотри, которые имеют проблемы с высшитовидной железы, есть еще, понимаешь, это новые вещества. Есть люди, которые скажут, что даже рак может случиться. Видишь, такое, серьезное. Они смотрели, что пациент, который есть аритмия, когда сердце бьет. Аритмия, нельзя. Кто имеет заболевание почек, нельзя. Проблема с настроением, кто уже идет колебание в настроении, нельзя. Беремене, нельзя. Кто кормит грудью, который кормит детей, нельзя. Кто есть проблема с высокой давлением, тоже не рекомендую. Много там. И еще, что говорили. Большинство из этой, все эти исследования, которые я нашел, и даже все врачи говорят, они только на 12 недель, только 3 месяца. Что будет случиться, если ты принимаешь больше, не известно. Не известно, может быть побочный эффект. И наш вывод будет такой, как Егор сказал. Если у тебя есть заболевание, ожирение, идет врач, и тебя уже попробовал заниматься, попробовал все, это один способ. А люди, которые просто хотят выглядеть хорошо, как наши зрители, как наши люди с каналов, 5-6 килограмм, не надо. это легко, это просто не легко, надо трудиться, надо как мы, как постоянно, каждый день чуть-чуть, сегодня утром я уже занимался, еще вечером буду еще чуть-чуть, понимаешь, тебе нет времени, сделай 30 минут перед работой, потом в конце еще 30 минут, и начинается постепенно каждый день. Тоже говорили о чем, что низкая калория, очень низкая калория где-то плохо влияет на организм, люди, которые снизили допустим 500, 1500 за день, даже меньше 800 калорий в день, после заканчивания всей этой программы еще 30 недель, 30 недель метаболизм будет снижен, это означает, что будет очень сложно поддерживать все это. А представьте, что будет, когда вы голодаете или это, поэтому мы со Стефаном делали много роликов, посмотрите, про голодание, про интервальное голодание. Но извини, Стефан, когда я сказал, что легко, я это говорю с точки зрения качка, потому что если вы попробуете нарастить мышечную массу, вы поймете, что по сравнению с тем, чтобы прибавить себе хоть один сантиметр мышц, похудеть на 5-6 килограмм, это легче избавить, чем увеличить 5-6 килограмм, конечно. Окей, Егор, я думаю, что хорошо. Выпуск получился хороший, да. Друзья, видите, когда вы что-то спрашиваете, присылаете, некоторые вещи мы даже не знаем, но у Стефана есть доступ к хорошей библиотеке, которая, к примеру, еще нигде может даже не публикуется, благодаря тому, что он преподает. Это все платные статьи, ребята, читал я вас. медицинские платные статьи, которых нет в свободном доступе. Да, надо минимум 50 боксов каждой статьи, только сегодня читал 3 и об этом говорить, окей? Ребята, будем на связи, наш день тоже привет передаем. Друзья, всем привет, увидимся уже очень скоро. Спасибо, Стефан, реально было интересно. Пока.